сегодня свою проповедь я назвал по месту писания как написано в эфесянах и там написано пробудись спящий воскресни из мертвых и осветит тебя господь знаете обычно я люблю проповедовать по определенным стихам по местам писания но сегодня я хочу больше поделиться своими переживаниями поделиться своими может какими-то поисками что в последнее время я получил некоторые слова от господа и они то есть потихоньку начинает складываться в определенный пазл и вот мне бы хотелось поделиться этим словом этими посланиями которые бог даровал где-то недели две назад вот виктор тогда проповедовал помните тоже говорил чтобы мы то есть назвал это как бежать за благословениями говорил как мы можем приближаться к богу делать разные дела которые кажется может быть для мира безумными вот но для бога он на все это смотрит по-другому и также две недели назад когда вот здесь было прославление и опять-таки получил такую вот увидел просто картину в молитве что вот связано с этими словами где ешуа он воскрешает лазаря и вот этот мертвый лазарь он выходит выходит из гробницы весь обмотанный пеленами от него идет определенный такой смертоносный запах но он с другой стороны живой и ешуа его взывает и говорит приди приди сюда и вот вместе вот с этой картиной пришли вот эти вот слова которые я уже сказал пробуди спящий воскресни из мертвых и осветит тебя господь я как бы сначала не очень понял думал ну вот какое-то послание бог дает как бы что с этим делать рассказал поделился с вами но примерно за последние два месяца где-то месяца два назад как раз до до хак роша она мне пришел и то есть я увидел один сон я вам его позже расскажу и буквально неделю назад то есть тоже еще один сон увидел который ну как бы реально можно сказать от бога и вот этим вот я как бы хотел поделиться и моя цель просто ободрить каждого ободрить к пробуждению есть которые уже пробудились немножко из которой в процессе есть который до сих пор спящий что господь он что-то хочет сделать и я поделюсь именно вот наоборот вторым сном который видел буквально недавно была такая картина что ко мне подходит женщина с ней дочка около так 20 лет 21 я не знаю сколько и подходит вот мы с тобой разговаривали и мы живем на крыше кирпичного дома какого-то и мы с тобой говорили я не понимаю что и вообще от меня нужно что она хочет какой дом какая крыша вот и она мне говорит такую фразу говорит моя дочка она мертва я был немножко шокирован я смотрю вот она пришла она стоит она рядом и говорю что-то я не понимаю ты про что и она повторяет она говорит моя дочь умерла какое-то время назад и опять таки я я не понял это было все странное потому что я вижу она как бы ходит все делает как обычные люди да немножко какая-то такая серовато но как обычный человек как все в этом мире вот подходит еще какой-то парень видно их родственник и он говорит да я подтверждаю она умерла какое-то время назад и он такой делает движение он становится рядом напротив этой девушки протягивает свои руки вперед его руки просто проходят насквозь ее то есть как будто стоит дух я был очень шокирован и как бы с одной стороны верилось и не верилось в то же самое время как бы как как это так я думаю ну-ка я тоже попробую то есть под потрогать ее правда ли это так действительно я тоже встаю напротив нее протягиваю две руки вперед и она протягивает свои руки и я ощущаю ее тело то есть мне даже получается сжать ее руки в кулак я как бы говорю ну нормальная вроде вот человек не дух ничего вроде все беседа и в то же самое время понимаешь что это получается только у меня и люди которые вот они вот все стоят они сами в шоке и как бы не понимают что происходит я просто начинаю за нее молиться очень сильная была долга к это молитва о пробуждении о изгнании духа смерти и в конце мы просто расстаемся они уходят и проходит какое-то время то есть недолгое время буквально несколько часов и я вижу что они возвращаются назад опять подходят ко мне идут трое это мама с девушкой еще какой-то парень которого не было и они радостны они наполнены жизнью и вот эта вот девушка просто вот как светится ее тело прям приобрело какой-то другой цвет такой она радостно у нее улыбка на лице и ее мама подходит говорит она жива она жива и я вот тоже так обрадовался она говорит вот я даже себе друга нашла и ну и потом дальше то есть это такой длинный сон есть еще там продолжение я пошел общаться с этим другом но не в этом дело то есть и я вот долго думал молился к чему все это возможно это действительно есть такая какая-то семья что-то но знаете в пророчествах обычно или в каких-то видениях иногда есть вещи которые говорят к определенному моменту и которые могут потом открываться даже дальше то есть через время и повторяться и также иметь какой-то смысл и знаете я увидел то есть собирав разные пазлы вместе я увидел что возможно возможно речь идет о нашей общине мы как люди вот она сказала такую фразу которая очень как бы меня засела я не мог понять почему это так почему она важна что это значит ведь мы живем на крыше кирпичного дома и знаете стал как бы следовать и вот вообще крыша из прочного материала она символизирует такую стабильность символизирует что-то такое крепкое с другой стороны кирпич вот в писании он символизирует своего рода даже бунт против господа или даже не то что бунта мы сделаем себе имя помните строительство вавилонской башни то есть все верят в бога но мы поднимемся так высоко поставим свой статус будем выше господа он ничего не сможет нам сделать свидетельство какой-то независимости такой и вот наша община знаете она с одной стороны действительно очень крепкая община очень любящая община семья друг другу помогает друг о друге заботиться как бы мы приходим мы верим верим в бога собираемся как бы вообще не делаем какие-то вещи и все нормально но духа я даже не знаю как это объяснить но вот этого духа жизни и он как будто ушел то есть мы находимся в какой-то спячке и господь говорит проснись проснись что-то большего я не знаю может быть кто-то из вас переживает такие моменты что вроде вот я верю все нормально даже что-то делаю слушаю я читаю слово запоминаю знаю слово знаю что бог говорит как бы но чего-то не хватает не хватает какой-то жизни не хватает какого-то духа и и вот господь я думаю он призывает нас пробудись пробудись именно верующих я не говорю сейчас даже не верующих людях я говорю о нас пробудись что знаете происходит происходит такая вещь что мы со временем как обычные люди мы верим ходим в общину что-то делаем и потихоньку мы впадаем в колею мы заботимся о наших нуждах разных заботимся о наших вещах то что нас беспокоит и как бы и все нормально но мы находимся вот в такой колее и наша вера она вроде с одной стороны с нами она у нас есть мы верим и все делаем как нужно но мы но наша вера она больше становится какой-то пассивной а не активной и жизнь в духе она меняется на дела плоти вместо заботы вместо каких-то духовных достижений и стремлений то есть мы заботимся больше каких-то мирских вещах о мирских достижениях лучшую машину лучшую квартиру может быть образование какое-то то есть у нас переходит немножко смена пониманий и отношения даже с богом переходят на второй или даже третий план вместо молитвы и какого-то интенсивного вот уединения с богом нам лучше пойти посмотреть какое-то кино или почитать книжку или провести время за компьютером и знаете мы говорим это нормально ведь я же так тяжело работаю я упахиваюсь я не знаю там делаю какие-то дела и служу то есть вроде бы все нормально почему бы и нет и вот молитва отходит на второй план бог отходит на второй план вместо того чтобы вот макс сегодня говорил там ходить помогать кому-то другим где-то что-то мы делаем опять-таки кто-то больше кто-то меньше кто-то вообще ничего и ты иногда говоришь себе да зачем ну все равно найдется кто-то кто поможет да я ладно у меня это как бы свои дела у меня и так свои заботы я 1 2 3 4 5 делаю у тебя вот макс сегодня например рассказал он говорит жертва там даже детей ради кого-то другого то есть что-то вроде кажется абсурдное но вот в глазах бога она вот выглядит почему-то правильным и нормальным и поэтому я говорю что вот мы вроде с одной стороны живы но мы не излучаем тот благоуханный запах который должны излучать верующие мы вроде имеем веру но вот она какая-то вот чуть-чуть другая чуть-чуть необычна а может быть она и нормальная как и у всех но возможно господь призывает нас к чему-то большим он призывает нас пробудиться призывает воскреснуть призывает нас действительно вот к этому вот пробуждению и знаете и я разговаривал с некоторыми людьми в общине и вот в последнее время вот особенно после того как норвеги сюда приезжали молились там пророчествовали люди стали получать больше откровений кто-то получает исцеление кто-то видит разные видения которые вообще никогда не видел и я вот разговаривал и люди говорили сейчас вот тоже поговорим чуть-чуть об этом я думаю это своего рода начало то есть господь он готовит нас он подготавливает он строит свою армию я не знаю строит своих учеников для какого-то большего служения и вот это вот пробуждение оно уже начинается я думаю то что многие иногда говорят о норвегии норвегии там вот так круто было да круто я думаю что это всего лишь маленький шаг который господь сделал это всего лишь толчок зачастую многие вещи после этого раз угасают и все то есть я тоже хочу про это немножко поговорить и пробуждение господь хочет чтобы мы воскресли из мертвых чтобы мы излучали другой запах и конечно же встает тогда вопрос а как бы что нам вообще делать что господь он тогда хочет от нас да окей пробудиться что это значит что мы должны с этим делать как мы должны поступать и и вот здесь приходит вторая вещь то есть это вот тот мессер то послание которое то есть сон который я увидел самый первый как раз перед праздниками поделюсь тоже им была такая ситуация что находился среди маленькой группы людей там шесть семь человек хотел за кого-то помолиться и стал смотреть за кого же помолиться что что господь скажет увидел какую-то старушку только хотел возложить на нее руку вдруг я просто упал на пол на колени даже не успел к ней прикоснуться и и стал плакать и стал ощущать невероятную божью любовь после этого то есть буквально несколько секунд прошло и стал рыдать просто рыдать потому что как бы вот вот эту вот любовь невозможно было вынести она была не знаю даже вот сейчас слезы текут настолько тяжелой как бы вот вот это вот ощущение я понимал что это всего лишь маленькая капля божьей любви и даже вот это мы не можем вынести и в какой-то момент вот все на меня так смотрели я там сидел плакал на коленях и вот господь вдруг стал говорить он говорит такую вещь он говорит люди то есть вот он подразумевал общину не знаю может нашу может быть верующих в общем он говорит люди очень мало молятся и как бы вот вот за этими словами стоял вот действительно упрек я чувствовал прям какой-то такой стыд как будто я за всех отвечаю он говорит люди очень мало молятся и вот под словом молитвой знаете подразумевалось что-то очень глубокое то есть не просто я пришел попросил там чего-то господь благослови сделай так или сделай так но подразумевалась молитва глубокая молитва в прошении то есть вот на иврите слово такое тахнуним это как это вот вот прям прошение умоление господа и в постоянстве то есть в постоянстве не то что сейчас я помолился и все завтра забыл а потом еще через месяц вот господь говорит люди мои верующие они очень мало молятся они не проводят время со мной я говорю господь а почему люди не исцеляются он говорит потому что они не просят и вот вот под этим просит опять таки он подразумевал именно глубокое постоянное прошение вот помните как стих там про вдову которая ходила и этому судье она все ему капало капало на мозги вот такое вот постоянство про ицхака написано что он есть слово такое глагол ваяатар то есть один раз вообще всего лишь в библии употребляется что он как бы в постоянстве просил за то чтобы рифка родила в течение 25 лет то есть представляете прошение какое-то было не то что попросил и забыл завтра и послезавтра в течение 25 лет он умолял господа чтобы у него было потомство вот господь говорит они не умоляют они не просят меня вот поэтому и нету никаких исцелений потом была следующая картина что-то подобное опять я там хотел помолиться за кого-то и все то же самое то есть опять упал на колени ощущал божью любовь и господь опять повторяет они не просят они не не умоляют здесь я не знаю почему но вот вот это вот я думаю часть очень важная в пробуждении то есть в нашем пробуждении личные отношения с господом личная молитва с господом чтобы мы могли уединяться и проводить время с ним и знаете господь я верю то есть я сам вот в процессе всего этого в переживаниях в молитвах в просьбах чтобы господь открывал чего-то другого но я верю что господь начнет что-то делать но здесь есть еще одна вещь эта вещь я бы сказал так называется посвящение я вот много раздумываю тоже в последнее время о стихах когда он говорил кто являются его учениками и помните он сказал не все могут быть мои ученики и говорит и приводил очень много примеров если человек там пошел на войну и не сделал какие-то расчеты против кого он идет что он идет делать против кого воевать то конечно он проиграет бой потом говорил про человека который стал свой дом строить тоже не провел никакие расчеты и просто ничего не достроил и все смеялись над ним он говорит если вы хотите быть моим учеником за этим что-то стоит за этим стоят определенные вещи от которых мы нужно нам от которых мы должны где-то отказаться и поэтому то что я сказал сегодня в начале мы многие вещи хотим мы даже их провозглашаем но что за ними стоит мы не всегда понимаем мы не понимаем что от нас потребуется чтобы было то что я попросил господь будь на престоле моего сердца господь там очисти меня сделай меня угодным тебе то есть это же не происходит просто на каких-то словах за этим есть определенные действия определенные поступки определенные испытания которые будут преследовать нас если мы хотим чтобы было так или так еще сказал так и такую вещь я хочу прочитать говорит это написано в луке 14 глава 33 стих так всякий из вас кто не отрешится от всего что имеет не может быть моим учеником там был другой стих где человек говорит ему я пойду за тобою господи но прежде посволь мне проститься с домашними моими то есть да проститься сказать вот я ухожу хочу пойти служить и что здесь отвечает ему никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для царствия божьего то есть господь требует нашей верности нашего посвящения чтобы когда мы приходим к нему господь используй меня чтобы ты действительно был готов чтобы ты не сказал сегодня я хочу а завтра передумал и знаете мы иногда думаем что действительно многие этого хотят но на самом деле это не все то есть хотеть может быть и хотят а вот на действии не все это проходят и не все к этому готовы знаете кстати многие люди почему не приходят к вере потому что когда ты им проповедуешь они понимают от чего им нужно отказаться и они не готовы к этому вот иногда с верующими происходит то же самое чтобы идти за Ишуа чтобы что то делать истинное действительно для Бога чтобы видеть все чудеса и знамения нам где то нужно от многого отказаться к чему мы так сильно привыкли и я знаю что мы как обычные верующие конечно мы заботимся о нашем доме мы к чему то стремимся какие то у нас есть свои достижения свои просьбы свои желания которые мы с радостью приносим перед Господом Господь благослови и помоги то есть мы на самом деле ищем нашей воли а не его воли и люди которые ищут его воли даже нам верующим иногда кажутся просто безумцами потому что они там отказываются от детей от семей я не знаю идут туда едут туда делают какие то странные вещи и мы вот обычные простые верующие на них смотрим зачастую как на безумцев но если ты действительно с Богом то есть Господь он знает что он делает он знает к чему он тебя призывает он знает все последствия и он знает какой великий плод это может принести поэтому вот есть две вещи которые я сказал первое это своего рода посвящение сказать Господь я готов я не знаю как что но я хочу используй меня второе это время которое проводить с ним в молитве время время уединения не кино мультик там и я не знаю что игра какая то мы же бежим всегда за какими-то более физическими вещами я знаю что у многих вот когда они пришли к вере именно именно Бог вера служение я не знаю все что вот было связано с верой оно стояло на первом плане то есть ты делал все чтобы как-то пойти что-то послужить пожертвовать послужить другому и не важно что у тебя был там большой омест большая нагрузка ты все равно шел и делал и Господь благословлял вот Виктор то о чем говорил в прошлые разы как понять как получить благословение то есть когда ты стремишься к Божьим делам тогда Господь начинает и тебя благословлять и все устраивать и сегодня это работает до сих пор оно работало раньше когда мы были новообращенными и сегодня оно работает просто проблема в том что наша вера она немножко стала такой действительно пассивной и вместо шагов веры мы получаем страх мы входим в депрессию в неуверенность но Господь желает продвинуть нас вперед потому что если ты научился доверять Ему если ты проводишь с Ним действительно время Он начнет тебе что-то открывать показывать какие-то вещи что делать но это требует посвящения это требует время которое мы можем проводить с Ним и как бы третья вещь это постоянство постоянство посвящение постоянство время с Ним это не что-то одноразовое это не что-то что вот сегодня мне вот захотелось я почувствовал а завтра я передумал то есть это постоянство им постоянство в молитве постоянство в отношениях с Господом потому что я сказал посвящение это тоже постоянство зачастую нам этого не хватает я знаю что многие из нас иногда как начинали молиться например за какую-то проблему даже там за исцеление или еще что-то и когда ты вдруг уже делаешь это какой-то период времени ты не видишь результата и вот мы просто разочаровываемся опускаем где-то руки ты говоришь а уже все я уже там пять лет молюсь и ничего толку нету может быть недостаточно пять лет я не знаю иногда два дня достаточно иногда десять лет недостаточно у Господа свои времена и сроки ну вот он требует постоянство и знаете когда я верю верю опять таки я это еще не проходил на своем опыте но я верю что если мы будем пребывать с Господом в уединении в молитве он начнет нам что-то говорить если мы будем делать это в постоянстве он начнет открывать и знаете очень важная вещь следующая кроме вот этого постоянства это не просто научиться слышать Слово это не просто знать Писание то есть иногда вот мы как верующие мы пытаемся знать Писание о я прочитал Библию я прочитал то место то есть мы наполняемся наполняемся это классно на самом деле классно это где-то нам помогает но верующий это тот который исполняет Божье Слово то есть жить его Словом получил что-то от Бога какое-то какое-то слово какое-то наставление какую-то просьбу иди сделай и это тоже не так просто я вам дам пример у меня же два примера вот я вчера ездил в одно место ездил в больницу и пошел дошел уже до больницы потом вспомнил что надо же маску в больнице одевать пошел назад в машину возвращаюсь беру маску уже начинаю закрывать дверь и вот вдруг чувствую такое вот побуждение слова я даже не понял сначала возьми еще одну я думаю что что за ерунда закрыл дверь и пошел дальше думаю зачем мне это еще маска вторая одной мне достаточно что мне еще с ней делать и вот захожу в больницу только захожу в лифт поднимаемся едет человек разговаривает по телефону говорит йоу я маску забыл что же мне теперь сейчас делать понимаете понимаете то есть вот такие простые простые вещи через которые бог мог мог бы сделать так чтобы мы были его светом если бы я взял вот эту вторую маску и дал ему и еще бы сказал что это слово которое я получил от господа не надо даже много проповедовать то есть эффект он сам приходит от нашего послушания но вот зачастую мы боимся чего мы боимся знаете что может быть это слово от меня может быть это мысль не от бога это первое чего мы боимся второе если это что-то абсурдное ты думаешь йоу как же на меня люди посмотрят что же будет как я буду выглядеть и знаете я вот вчера разговаривал с с эфраем он рассказал ему историю тоже которая у меня случилась у меня на работе работала одна женщина она вот ходила и вот так вот все время у нее проблема с ногой была все время хромала и у меня вот примерно целую неделю было такое побуждение помолиться за нее я вот был уверен что вот я сейчас помолюсь и у нее вот перестанет хромать она нога нормальная у нее будет я вот но мне как-то было стыдно было страшно да и я вот даже не решился но я решился к ней подойти спросить а что вообще с тобой происходит говорю что почему ты хромаешь она говорит а у меня ноги нету то есть представляете я подумал вау если бы я сейчас молился чтобы она это чтобы нога ее нормально была как бы я выглядел это же смешно это же такая фадиха просто вот и думаю вау хорошо что я не помолился хорошо что я там не знаю испугался и вот с эфраемом я когда говорил он говорит такую вещь вы знаете ты знаешь вот на самом деле вот в этом наша проблема что господь нам говорит что-то делать а мы начинаем рассуждать а ну-ка дай мне там это ультрасаунд свой покажи а у тебя больная печень а врач тебе такой диагноз прописал третий диагноз о нет тогда я не буду то есть господь же не хочет чтобы мы так поступали в чем тогда смысл ходить за кого-то молиться если мы видим что с человеком что не так и вообще там уже это он хочет чтобы мы просто приняли его слово и исполнили привели его в действие и знаете что самое интересное если бы может быть я предполагаю пошел бы помолился даже вот за эту женщину может быть даже во время молитвы господь начинает иногда открывать какие-то другие вещи показывать что-то что касается может быть ее может быть что-то новое не отросла бы у нее нога я не знаю нет но но это бы ее как-то может быть задело побудило к чему-то поэтому господь нам дает свое слово он говорит просто иди и делай да может быть ты будешь выглядеть каким-то придурком это будет смешно над тобой будут все смеяться у тебя не получится сто процентов говорю ничего у вас не получится в начале и да посмеются над вами но вот этого господь и хочет чтобы может быть где-то мы набили шишки и как написано навыкам научены тогда ты потом начинаешь действительно понимать какое слово от него какое слово от тебя как нужно правильно поступать страх уходит потому что уже научился ты идешь ты уже не боишься и вот господь хочет чтобы мы были исполнителями его слова я думаю когда мы начнем проводить время с ним получать от него какие-то вещи и приводить их в нашу жизнь исполнять тогда начнется большее пробуждение тогда начнется изменение и нас и тех людей которые находятся вокруг нас посвящение молитва постоянство и исполнение его слова это вот такое небольшое послание которым я хотел с вами сегодня поделиться давайте мы встанем и помолимся аллилуйя господь ты желаешь чтобы мы могли жить по духу ты сказал принесите себя на жертвенники в жертву благоугодную для разумного служения мы не всегда понимаем что это господь не всегда понимаем что стоит за тем что значит быть твоим учеником и есть многие вещи которые нам дороже чем ты и нам кажется дорогими мы просим господь я молю сейчас боже чтобы пришло пробуждение здесь среди нас как говорит твое слово проснись спящий воскресни из мертвых сорви себя вот эти вот пиле пелена которыми ты обмотал которые свидетельствуют о смерти и неси благоухание для окружающего мира помоги нам быть послушными тебе научи нас что значит правильные приоритеты господь подготовь подготовь нас может быть мы сегодня не готовы не готовы даже как-то действовать принимать какие-то действия нам нравится наша жизнь готовь нас господи готовь нас просим тебя работай в нас изменяй нас аллилуйя дунай ты многое сделал для нас еще чтобы мы могли иметь жизнь вечную как ты сказал умереть для себя чтобы жить для господа аллилуйя дунай работай в нас господь пусть твое слово оно действительно переваривается в наших сердцах господь чтобы мы могли применить его в нашей жизни мы благодарим тебя боже во имя ишуа аминь